Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, как же разработать интерфейс мобильного приложения и вообще мы поговорим про интерфейс, насколько его сложно разработать и что он себя включает и какие там есть тонкости. Устраивайтесь поудобнее, как я уже ранее сказал на связи Мабу, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Итак, что же такое интерфейс мобильного приложения? Интерфейс мобильного приложения также еще называют UI мобильного приложения. Это, собственно, то, как будет выглядеть ваше мобильное приложение. Это та часть мобильной разработки, с которой непосредственно работает ваш пользователь. То есть вы можете представить себе такую картинку, что внешне есть экран с набором кнопок, элементов, какой-то информации, а внутри под этим экраном находятся некие такие шестеренки, которые запускают некие процессы при взаимодействии пользователя с верхней частью, именно с лицевой стороной вашего мобильного приложения. Ну, то есть что происходит? Например, у вас есть кнопка «Положить в корзину какой-то товар». То есть человек находится в карточке товара, кликает кнопки «Добавить в корзину». Что происходит под капотом? Ну, тут есть множество вариантов реализации этого. Но обычно в отдельную таблицу базы данных добавляется запись с названием данного товара и с названием аккаунта того человека, который этот товар в корзину положил. Есть множество других вариантов. Есть варианты, когда в действующую каталог, скажем так, в таблице базы данных со списком товаров у данного товара по его идишнику записывается уникальный маркер, который обозначает, что он положен в корзину. Также есть маркер, который говорит о том, какой аккаунт именно в корзину данный товар положил. Ну, тут еще есть несколько вариантов, как это сделать. Но суть в том, что вы должны понимать, что при взаимодействии пользователя с UI частью, вот это взаимодействие, какое-то касание, нажатие, оно запускает процессы внутри приложения, то есть в бэкэнд его части. Собственно, где же начинается, где заканчивается UI? UI начинается сразу, как пользователь загрузил, запустил мобильное приложение и заканчивается UI там, где пользователь завершил работу с каким-то элементом. Опять же, возвращаемся к этой же кнопке. Как только кнопка появилась на экране, это UI у нас начинается. Как только пользователь нажал, делал касание по кнопке, тапнул по кнопке, нажал по кнопке, кликнул по кнопке, называйте это как хотите, вот после вот этого действия наш UI заканчивается и в дело вступает в бэкэнд, часть нашего мобильного приложения. Насколько важен UI? UI кардинально важен. UI может определить то, будет ли пользователь вообще пользоваться вашими мобильными приложениями или нет. Собственно, если UI неправильно сделан, то мобильное приложение не принесет вам никакого успеха. Потому что, например, из каких элементов состоит UI? Успех любого UI состоит из трех частей. Юзабилити, дизайн и то, как этот UI сделал. Мы сейчас разберем каждую из этих частей. Что такое юзабилити? Юзабилити это то, юзабилити, это, скажем так, можно назвать это наукой, но это та область, которая определяет, насколько удобно расположены элементы у вашего мобильного приложения. То есть, насколько удобно размещена панель навигации, насколько удобно, какая панель используется, верхняя, нижняя, какой удобнее пользоваться, насколько удобно расположены кнопки, на которых вы нажимаете, или различные переключатели, на которые нажимают пользователи. Насколько хорошо виден текст, в правильной области он расположен, правильно ли, удобно ли читается, допустим, список товаров, удобно ли читается карточка определенного товара. То есть, за все это отвечает юзабилити. Ну, вот простой пример. Все вы знаете bottom navigation, то есть, нижняя навигационная панель, но на нее, до нее, эта навигационная панель была в виде топа-бара и была наверху. Но потом пользователи, но потом разработчики платформы Android поняли, что для шанса смартфон удобнее не прибегать к использованию второй руки, а делать все большим пальцем. И из-за этого было удобно, они пришли к такому мнению, что удобно располагать панель навигации снизу, чтобы можно было управлять большим пальцем, и все делать одной рукой, не прибегая к помощи второй руки. И поэтому была создана вот эта bottom navigation, специальная нижняя навигационная панель. И сейчас, если вы откроете любое мобильное, топовое мобильное приложение, Instagram, ВКонтакте, YouTube, вы видите нижнюю панель навигации. То есть, юзабилити определяет, удобно ли пользоваться вашим мобильным приложением или нет. И как вы понимаете, если мобильным приложением пользоваться неудобно, то, собственно, у вас не будет успеха. Человек просто удалит это мобильное приложение, и все. Как понять, хорошие юзабилити вы сделали или нет? Возьмите ваше приложение, используйте как пользователь. Если вам что-то неудобно, то, поверьте, увеличивайте эту неудобность в 10 раз, потому что вы создали это мобильное приложение, это ваше детище, это ваш продукт. И у вас более лояльное к нему отношение, нежели которое будет у ваших потенциальных пользователей. Если вам уже что-то не нравится в мобильном приложении, в десятки раз неудобность увеличивайте, и вот настолько будет неудобно пользоваться обычным пользователем. Тем более, сейчас высокая конкуренция. В принципе, есть много похожих, имею в виду, на рынке создания собственных приложений. Большая конкуренция, потому что... Но, опять же, она есть, ее нет. Потому что есть идентичные мобильные приложения, которые дублируют друг друга. Но для того, чтобы уйти от этой конкуренции, нужно сделать в мобильном приложении что-то особенное, чего нету в других мобильных приложениях. Но это уже тема для другого видео. Собственно, вы должны сделать свое мобильное приложение в идеале удобным, и не просто удобным к использованию, а более удобным, чем мобильные приложения у конкурентов. Как это понять? Просто возьмите и поиспользуйте мобильное приложение конкурентов самостоятельно, а также почитайте отзывы к этому мобильному приложению, и почитайте о том, что пишут пользователи, что им удобно, а что нет. Итак, с юзабилити, я думаю, более или менее понятно, но если вы хотите более плодотворно изучить эту тему, я вам советую почитать замечательную книгу. По-моему, эту книгу Стив Круг написал, называется «Не заставляйте меня думать». Там юзабилити в плане сайтов описано, но переносите все это на мобильные приложения, там плюс-минус одно и то же. Далее, хорошо, мы удобно расположили наши элементы, но это половина лишь успеха, потому что ваше мобильное приложение может иметь, скажем так, несочетающие цвета, то есть может быть ужасный дизайн. Конечно, я забегаю вперед в этом видео, но мы используем для создания UI компонентов, внешнего вида библиотеку Material Design, и эта библиотека постаралась максимально устранить все эти ошибки, с применением очень плохого дизайна. Но, тем не менее, ошибки могут быть. Во-первых, ошибка номер один может быть неправильные цвета. Существуют, скажем так, удачные сочетания цветов. Бело-красный, бело-темно-синий, черный-желтый, бело-зеленый. Даже некоторые психологи говорят, что у каждого цвета есть своя психология. Например, бело-зеленый – это указывает на безопасность. Вспоминаем мобильное приложение Сбербанка. Бело-красный, вообще красный символизирует высокую скорость. Вспоминаем YouTube. Белый – это что-то такое светлое, хорошее. Черное – это, ну, раньше это было что-то такое негативное, воспринималось, но сейчас черный цвет, вот использование черных цветов в интерфейсе, оно более щадяще относится к вашим глазам. И поэтому очень многие используют сейчас темную тему оформления, потому что это щадящий режим работы с мобильным приложением, который оказывает меньше нагрузку на глаза. И черный стал символизировать стиль. То есть нужно правильное сочетание цветов. И приходить к принципу не больше двух-трех цветов. Цвет фона, цвет выделения и цвет, грубо говоря, текста. Ну вот это идеально. Ну вообще идеально 20. Потом на дизайн может оказывать влияние неправильный выбор шрифтов. Старайтесь выбирать, допустим, для заголовков, для лейблов, для логотипов, каких-то, да, для выделения каких-то важных элементов мобильного приложения какие-нибудь такие рукописные шрифты красивые. А для текста, который нужно просто прочитать пользователю блока с текстом, максимально читабельные тексты, максимально читабельные шрифты. Я лично читаю, что он очень хорош для чтения шрифт. Ну, не так себе подходит Освальд. Ну, в принципе, нормально, но он больше для заголовков. Ну, вот просто для текста робота слаб. Замечательный шрифт, который выглядит нормально и который читабельный. Итак, мы определились, что с UI, для UI важно, юзабилити, то есть расположение виджетов и элементов мобильного приложения в такой последовательности, в тех местах, чтобы было удобно пользоваться вашим мобильным приложением. Во-вторых, очень важен дизайн, то есть использование правильных цветов, правильных шрифтов. И еще очень важно для ваших виджетов делать очень правильную кнопку, очень правильные формы. Ну, это вам нужно уже посмотреть либо мои видео по основам Android, раздел, где я рассказываю про шейп, как работать с шейпами. То есть, как вы можете делать у любого виджета прикольную форму. Также я вам советую брать на вооружение использование для организации контента внутри какой-то секции, материал карт. Но опять же, это все есть в библиотеке материал дизайн, к которой мы сейчас и переходим. Отлично, мы все знаем, как создавать правильный UI. Но как же, какие технологии существуют для упрощения создания этого UI? Неужели использовать стандартные виджеты с Android Studio? Нет. Если вы посмотрите файл Bill Gradle Applications, то вы увидите, что по умолчанию у вас из коробки подключена библиотека материал дизайн. Google, то есть компания, которая принадлежит к платформе Android, рекомендует использовать именно эту библиотеку материал дизайн, потому что там по умолчанию разработаны виджеты, которые отличаются очень классным дизайном. То есть имеют правильные формы, правильную структуру, и вы не будете городить никакой велосипед и не сделаете что-то ужасное. Вы сделаете то, что будет приятно вашим пользователям. Эти виджеты сделаны на основе опыта и исследований, которые проводились на миллионах людей. То есть эти компоненты уже нравятся людям. И, конечно же, используйте эту библиотеку Material Design. Там вы можете научиться создавать и классные кнопки, и материал карт, то есть карточку для генерации контента. Например, у вас есть карточка товара, презентация. Вот там должно быть изображение, заголовок, краткое описание товара. Допустим, кнопка «Положить корзину», кнопка «Положить вызбранное», кнопка «Положить сравнение». И вот эти все элементы нужно организовать в определенном контейнере. Именно для этого используется Material Card, потому что у этого виджета вы можете очень классно задать тени, грани, очень красиво все это сгенерировать. Кроме того, в этой библиотеке Material Design мы создадем и выдвигающие навигационные панели, то есть меню, и различные верхние бары панели, и нижнюю навигационную панель, и просто нижнюю панель, и плавающую круглую кнопку. Это все идет из этой библиотеки. Различные переключатели. Там все. Там классный вариант работы с датой и временем. Там классный вариант работы с полем для ввода информации, дополнительные расширения. То есть вам нужно изучить эту библиотеку Material Design. У себя на курсе Android разработчик за 3 месяца мы изучаем эту библиотеку на 2 и 3 недели. Специально для этой библиотеки я выделяю 2 недели, потому что эта тема самая большая по контенту, то есть по обучающим материалам, то есть по материалам, которые нужно изучить. Но это одна из самых простых тем для понимания в Android разработке. она по простоте уступает лишь основам Kotlin и основам Android разработки. То есть самая простая основа Kotlin, потом идут посложнее основы Android разработки, потом идет библиотека Material Design по сложности. И так уж вышло, что на своем курсе я сначала обучал основам Kotlin, основам Android, и потом уже библиотеки Material Design. То есть идет по увеличению. Но я вам расскажу такую штуку, что на самом-то деле библиотеку Material Design можно изучать, даже если вы не знаете вообще Kotlin, и хотя бы чуть-чуть знаете основы Android, в плане того, как создать проекты, где что лежит в этом проекте. И все. Вы уже на этом этапе можете создавать классные виджеты. Ну, собственно, они создаются по классике. В XML в шаблоне мы создаем верстку, в Kotlin классе создаем объект под этот виджет, и уже какую-то функциональную часть на него навешиваем. Все так же делается, как в основах Android, только более продвинутые, более красивые элементы используются для создания виджетов для Android-приложений. То есть более красивые элементы мобильного приложения получаются. Ну, и насколько важен же UI? UI, вот тут как бы палка двух концов. UI очень важен для создания продукта, в котором работают пользователи. он важнее даже, чем бэкэнд. С одной стороны, да, то есть это визуальная часть, если визуальная часть плохая, пользователь удалит мобильное приложение. Но с другой стороны, если вы бэкэнд доделите мало времени, ваше мобильное приложение будет работать в одном потоке, и будет работать медленно, оно тоже не подойдет для использования. То есть тут, скажем так, состояние поровну. Поровну важен бэкэнд, и в той же степени важен UI. Если брать со стороны программирования, со стороны уровня программиста, то, конечно, UI намного проще и менее интереснее многим разработчикам работать. Ну, то есть не очень, хочется что-то такую логику писать, работать с базой данных, что-то получать, что-то сложное делать. А UI часто относится, ну, так сделать и сделать лишь бы как. Это ошибка. Потому что все начинается с UI. Кроме того, Android-разработчик на работе, либо при работе с мобильным приложением, либо при разработке своего продукта, либо при исполнении какого-то заказа на разработку, он, наверное, процентов 80 времени проводит за созданием UI, за передвижением UI, за настройкой UI. И уже 20% он отставляет на backend-разработку. Потому что там все довольно-таки понятно, статично и ничего не меняется. Создал базу данных, настроил методы получения данных с базы данных. Если сервер используете, то настроили подключение к серверу, миграцию настроили в локальную базу данных и работа с локальной базой данных. Все это делаете по паттерну MVVM, используете корутины, библиотеку Retrofit, библиотеку Room. Все это используйте. Это уже все понятно. Оно так часто не меняется, как UI. UI же постоянно меняется. И если вам не нравится делать UI, вот эти внешний вид, всякие кнопки, переключатели, навигационные панели, то вы просто должны понимать, что идя в профессию, вы будете большей части времени именно уделять UI-части. Поэтому UI очень важен. С одной стороны, не очень привлекателен для программистов, которые хотят прям к хардкодить, там что-нибудь логику какую-то писать. UI, но он уважен для создания эффективного мобильного приложения, с которым будут работать, то есть успешного мобильного приложения. И важен, когда вы работаете по наемному, как наемный сотрудник. В принципе, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. В среду, я думаю, в среду у нас выйдет уже урок о создании, полноценный урок, полноценный курс в открытом доступе по созданию калькулятора по расчету стоимости квартиры. Он будет очень простой. Я просто вам покажу на примере, что на самом-то деле можно, можно создать мобильное приложение на основе знаний, которые есть только в основах Android. Не используя вот этот материал дизайн, даже библиотеку. Не используя базу даты. Ничего это не использовать. Сделать простое мобильное приложение можно даже уже на этапе знания основ Android. На сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Всем удачи. Всем пока.